Играем с вами в квест рановой 3 поворот судьбы и здесь игра дает нам возможность побывать в прошлом мы переносимся в психиатрическую клинику играем теперь снова за Брайана за нашего героя Брайана здесь сейчас с ним все в порядке я надеюсь это в итоге так и окажется что с ним все в порядке все-таки не хочется чтобы у него была отрезана голова но ребят посмотрите как изменился Брайан у нас к третьей части если в первое это был студент физика во второй статный мачо то здесь это уже такой небритый побитый жизнью мужик с натянутой почти на самые брови шапкой интересно что же его так потрепало в общем все это будем узнавать как и будем с вами продвигаться дальше по игровому сюжету нам доступно раз два три четыре пять шесть направлений может быть даже больше если подойти сюда да точно но начнем с этого коридора сначала так джошуа мы заглядывали давай заглядываем еще раз за этой дверью каморка которой ты спишь ммм джошуа просто лучший специалист службы поддержки первой линии габа обставил ее по своему вкусу он здесь важная персона конечно и у него нормальные музыкальные задатки есть это комната габа габа обставил не заходим пока пока только смотрим друзья однажды испортился тот что в сестринской и пришлось звать чака для ремонта норриса однажды испортился тот что все 1 а братская есть тут кулаками неудачная мысль кулаками неудачная мысль слушайте браин прям даже по голосу здесь так постарел душой я делю комнату с марселла это моя комната я делю комнату с марселла 304 брайана 305 час там только квикли кубик ли это комната квикли и холлистера но сейчас там только квикли комната отдыха это общая комната западного крыла хэппи дейл это общее это 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 у так это общая комната что налево что направо казино раньше здесь был изолятор потом беннет запретил такие методы и из этой комнаты сделали что-то вроде кладовки а еще какое-то время спустя мы прибрали ее к рукам забавно я буду часто вспоминать те часы которые провел там внутри как мы резались карты да вот в психушке здесь своя жизнь так они даже свою казино здесь сделали я буду часто вспоминать те часы а давайте ребят еще посмотрим что у нас есть в инвентаре ухты воронка и фишки на алиэкспресс кстати недавно видел в товарах такую не такую но похожую воронку для того чтобы девочки могли это делать также как мальчики говорят очень удобно и юзабельно в комментариях она спроектирована так чтобы выдержать долгий период бездействия отличное изобретение так там только что мелькнул какое-то изображение похожее на словарь который держала агата габа принес их когда вернулся из своего последнего побега и раздал пациентам на сто тысяч прям даже есть фишечка вообще для игры в покер конечно требуется математическим принесли когда вернулся из своего последнего побега и раздал пациентам у вас математический так а что там он делает интересно и еще хотелось посмотреть вот что здесь у нас джина написала о всем своем путешествие по кладбищу мы с вами слушали только первую часть и теперь нам наверное доступны да нам доступны воспоминания брайана но не какие-то с пробелами почему у нас нет части воспоминаний после крушения самолета может быть он их вспомнит позже давайте послушаем версию брайана версию джина мы слушали уже в первой части но здесь в пятой послушаем версию брайана когда я узнал что габа нет и мне это не совсем то начнем вот вот отсюда жизнь улыбалась мне после того как я помог джинни скрыться от мафии я оказался в бесконечном отпуске на гавайях рядом со мной была изумительная девушка а на счете такая огромная сумма денег о которой я робкий студент физического факультета даже не мог и мечтать и вот наступил день когда мы отправились на экскурсию на остров мало при подлете к острову у самолета отказали двигатели а парашют был только один джина или я конечно джина тогда-то это заварухой началась я попытался посадить самолет и думаю мне это в какой-то мере удалось но посадка была жесткой наверное я ударился головой в общем с этого момента я ничего не помню ага то есть воспоминания будут приходить к нему позже но я когда вижу эти скриншоты у меня столько ностальгических чувств в этих джунглях вы помните друзья этот лемур эти собаки это булькающее болото вообще конечно здорово следующее воспоминание я стою с пистолетом в руке передо мной труп полковника кортсмайера я готов поклясться что в последний раз видел его живым я ищу взгляд джины но она кажется понимает в происходящем так же мало как и я что же там произошло меня обвинили в убийстве полковника и посадили в тюрьму до суда там я провел два месяца о которых предпочел бы тоже никогда не вспоминать я не знаю что стало бы со мной если бы не свидание с джиной вот смотрю на лицо Брайана конечно да жизнь поелозила его жестко морда и не струганный стол в конце концов начался суд но судья Уитли почему-то не поверила что я не помню ничего из того что случилось на острове Мало и поручила доктору Беннету выяснить притворяюсь ли я или нет так я из тюрьмы попал в псих больницу из огня да в полыме один из пациентов Курган взъелся на меня как будто мне без этого мало досталось к счастью я пришелся по душе Габбо этот псих верховодил в западном крыле и защитил меня от Кургана его поддержка помогла мне вынести вторую часть своего крестного пути каждое утро Беннет проводил со мной сеанс гипнотерапии после сеансов я ничего не помнил Беннет все записывал на видео но никогда не показывал мне записи но я доверял ему он говорил что мы на правильном пути и я скоро выйду на свободу все понятно все понятно так ну вот историю Джины в первой главе мы послушаем чуть позже давайте послушаем теперь здесь еще есть у нас из второй главы реплики Брайана когда я узнал что доктор Беннет не верит в мою невиновность и его заключение приведет меня обратно в тюрьму то решил сбежать из психбольницы Габбо специалист по побегам разработал для меня план я должен был забраться в систему вентиляции через люк в казино и вылезти на крышу а оттуда спуститься по кабелю выходящему за ограду психбольницы но другой пациент Курган опередил меня и закрыл дверь казино изнутри мне нужно было любой ценой попасть туда специалист по побегам который сам не сбежал еще из этой клиники это знаете как всякие специалисты эксперты по семейной жизни дающие ценные в кавычках советы которые сами либо всю жизнь вне брака живут либо 10 раз разведены и имеют детей там от разных женщин но зато пишут книги становятся бестселлерами вот интересно Габбо такой же специалист по побегам или все таки нет вскоре мне стало ясно что я не смогу добраться до люка в моей комнате он находился так близко к шкафу что пролезть в щель было невозможно туда мог бы пролезть только резиновый человек понятно надо будет обратить внимание на этот люк одна большая счастливая семья ну давайте давайте знакомиться здесь мы все и психи и те кто заботится о психах помогает не забыть кто здесь кто ведь здесь у всех свои тараканы в голове Брайан Баско так он говорил с Грассиком но я помню что Брайан был на фото вот в этом пакете на голове или это был не он так здесь можно послушать о каждом так что следовательно начнем с самого начала главный вождь этого племени психов лицемер лица меряет вот наверное у всех смотрите какие-то разные лица у кого-то длинная у кого-то толстая все нужно померить как она мне надоела с этими таблетками здоровый Бугай здесь он выглядит настоящей гориллой есть по несколько он в самом рассвете сил здесь он выглядит тогда начнем здесь она еще уродливее чем в жизни как она мне надоела как она мне как она как она как она как она как она и никак не вы как она так а здесь я доверял ему до сегодняшнего дня он говорил что у меня все будет в порядке а оказалось что он собирался засадить меня в тюрьму главный вождь я доверял про этих только по 2 реплики в первые дни он просто замучил меня а теперь пытается помешать моему побегу так это Яков да но чем отличаются красные рамочки у нас от черных видимо это персонал да а это пациенты скотина как он мне нагадил в первые дни он скотина в первые дни она хороший человек и ее очень легко обмануть Бетти это настоящая противоположность мисс Палмер хорошенькая ласковая трудолюбивая жаль что я не свободен как можно так говорить так мало времени прошло и он имея Джину у себя в невестах говорит так о ней это второй санитар сменщик Эрни интересно почему его за глаза называют Нуна Чурбан а Джина отказывается брать фамилию Баско между ними явно какое-то охлаждение произошло ребят интересно почему его за глаза называют Нуна Чурбан интересно почему это второй санитар сменщик Эрни Нуна Чурбан ну не знаю вот у него лицо такое как у Юрия Дудя он больше на него похож чем на Чурбана он же доктор сброс у него проблемы с памятью он же доктор сброс у него проблемы с памятью самый стабильный пациент Хэппи Дейл вечный автостопщик из западного крыла в шляпе он выглядит лучше он неплохой парень но уверен что на лице у него растут уши из-за этого он кажется немного эксцентричным призрак оперы в рекламе овощной лавки он почти никогда не снимает этот пакет призрак оперы у него катаракта и глухота поэтому он никому не доверяет но все равно он молодец ничего не видит ничего не слышат и никому не доверяют иногда он выглядит жутко это типичный я не помню просто как его звали герой из фильма да начальник говорил мне что он достоин книги рекордов Гиннесса по числу психических расстройств милашка правда Беннет говорил иногда он выглядит художник музыкант игроман и беглец словом артистическая натура в общем Беннет почти как мой портрет художник музыкант только не художник вот а так все совпадает заметно что эти несколько месяцев я провел не лучшим образом с таким лицом как я могу быть психом или убийцей был вторым в своем выпуске физического факультета в общем и умный и красивый и здесь выглядит даже получше Брайан чем сейчас великий Марселло Монтес гений и знаменитость на что он смотрит на воображаемую муху велик 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 сегодня ему исполнилось 102 года молодец старикан сегодня ему сегодня ему сегодня ему давай скажи что нибудь еще сегодня ему сегодня ему вот смотрите про кого то есть по 3 реплики а про кого то совсем вообще одна это неустанный борец за ну в общем просто борец но иногда он соскакивает с катушек как сегодня мы с ним играем в пинг-понг но сейчас у него обострение поэтому тренировки отменены от него никогда не услышишь слово согласен мы с ним играем так ну какую то краткую характеристику о всех мы получили в общем попытаемся ее хоть как то запомнить держать в голове и отходим от этой большой счастливой семьи однажды испортился тот что в сестринской и пришлось звать чака для ремонта однажды испортился тот работает на минимальной мощности как и остальные руками или головой а может он рассыпется если его лизнуть что за сумасшедший дом нет и так все нормально отсюда это невозможно сделать они регулируются из технического помещения где-то в другом крыле несмотря что Брайан как мне показалось стал более циничным после всех этих передряг чувство юмора он хорошее сохранил с Эрни пока не говорим осматриваем остальное она преграждает пациентам путь в другие крылья здания я прохожу через нее только когда меня водят на сеансы гипнотерапии к этому лицемеру Беннету чтобы пройти нужно набрать код на панели на яхте у тебя это хорошо получилось Брайан голыми руками хрен не похоже что она откроется от простого толчка голыми руками хрен хрен голыми руками с его помощью можно открыть дверь жаль что я не знаю кода с его помощью попробую я бы попробовал тот что был на яхте перестань слышишь не угадаешь баска баска не майся ерундой не угадаешь баска парень нервничает а баска просто стоит и тыкает не угадаешь баска так палата 301 это комната доктора сброса и кургана ну и дела эта скотина курган так уложил одежду под одеялом чтобы казалось что он спит и чтобы никто не заметил его отсутствие майки он же доктор сброс продолжает спать обратили внимание что на сигналке даже индикаторы мигают круто это комната джуниора и мистера найса там только джуниор как обычно сидит с пакетом на голове и смотрит в окно это комната джуниор это там только джуниор понял нет нет красная лампочка над дверью означает что сейчас дверь нельзя открыть нет не хочу беспокоить джуниора никогда не знаешь чем это может закончиться нет в тот раз что там в тот раз красный нет 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 в тот раз я убедил его снять пакет чтобы я мог сфотографироваться надев его себе на голову но за пару минут джуниор весь извелся вот вот теперь мы узнали похоже как Брайан достался этот пакет нет 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 так тут есть общие фразы для закрытых дверей но наверное есть и личная для каждой нет нет там только доктор сброс а я не хочу с ним разговаривать у меня есть дела поважнее значит нам нужно послушать и не общие фразы невозможно эта скотина Курган оставил ключ в замке изнутри Курган оставил ключ в замке изнутри я должен найти другой способ попасть туда Курган оставил ключ и это закрытая дверь нельзя там Квикли а сегодня у него один из тех самых дней поговорить с Квикли эй Квикли что Квикли каково твое мнение о пище в самый разгар приступа синдикализма я подожду пока он пройдет объявим забастовку товарищи забастовка неподвижных челюстей забастовка пустых щелоков забастовка против углеводов я истощен до предела это как в игре санитариум или на русском шизариум там вначале в дурке один парень так активно головой бился об стену кто играл тот поймет эй Квикли что ты можешь сказать о медсестре которая была перед мисс Палмер медсестре которая была перед мисс Палмер перед ним похоже его надеюсь сегодня он ничего не выкинет качественно свел с ума Владимир Ульянов Квикли каково твое мнение о методах доктора Тайсона абсолютно устаревшие почти бесчеловечные совершенно бесполезные этот парень был сумасшедшим одни наказания смирительной рубашки и лоботомия во что превратил наш любимый сумасшедший дом я просто теряю голову я я рожди да Ульянова был ярко выраженный дефект речи картавость у Квикли этого нету эй Квикли что ты можешь сказать о и тем не менее его харизматичность весьма и весьма на уровне эрни дежурном санитария о социальном неравенстве коррупции в правительствах и обо всех ужасах этой планеты на которой мы живем давайте послушаем социальном неравенстве коррупции в правительствах и обо всех ужасах этой планеты на которой мы живем Да, да. Ты прав, Васка. Она могла бы быть и получше. Что? Могла бы быть получше? Да, я так и сказал. Получше. Хм, даже не стал головой биться. Эрни, дежурном санитаре. Как председатель профсоюза ПЦН в Хэппи Дэйл, я в полный голос заявляю о своем несогласии с официальной позицией относительно Эрни. А, Эрни хороший товарищ. Я едва не перепутал тексты выступления. Эй, Квикли! Так, тут еще много интересного, друзья. Квантовая теория, применимая ко всему на свете. Квантовая теория, применимая ко всему на свете. Как председатель профсоюза ПЦН в Хэппи Дэйл, заявляю о своем полнейшем невежестве в данном вопросе. Тем не менее, я выражаю искреннюю солидарность всем ее пулителям. Квантовую теорию к стенке! Иначе я за всем одуреваю! Я возмущен! Да, ты вот, Брайан, мог бы быть расстрелян, если бы у Квикли была власть на это. Интеллигенцию ребята вычеркивали просто пачками. Квикли, каково твое мнение о... Ой, как тут много всего. Ну, а зачем их оставлять? Покладистых рабов чисто оставить, за станки поставить. И вперед, через тернии к звездам. Оконцовки Рановые 2! Вот, вот! Оконцовки Рановые 2. Позор! Шуть! Сран! Судию пендула к позорному... Толбу! Вон испробяйте! Аж копейки мерзавцев! Что за игры с игроками в компьютерные игры? Даешь забастовку игроманов! Меня надули, как... Идиота! Так... Я понял, друзья. Я завершаю эту часть и начну организацию забастовки игроманов, потому что это уже невозможно терпеть. Систематическое отсутствие доната. Как нам вообще защитить свои права? Послушай, что ты думаешь о... О той части Рановые 3, которую ты успел посмотреть? Можно! Можно! И еще раз поздно! Почему они так делают с выходом игры? Ребята, не покупайте ее! Я на пикет у студии Пендула! Если бы не сюрприз в этой клаве, я был бы совершенно и полностью разочарован! А все, что вы думаете, обязательно напишите в комментариях. Просто, ребята, каждый, кто смотрит, пишите. Потому что Квикли возмущен. Ваше мнение не менее ценно. Квикли, каково твое мнение о... Сборный западного крыла по пинг-понгу. Команда клоунов! Как мы можем выиграть, если эта старая развалина Холлистер самый день рулить за столом для тренировок? Пойко к Холлистеру! Да, я испорчу ему тормоза! Нет! Нет, я этого не сделаю! Я хороший парень! Я не в своем уме! Самый разгар приступа синдикализма? Надо больше прочитать про синдикализм, если честно, друзья. Это после забастовки, когда я вернусь. Отстанем права всех летсплейщиков. И пойду на Википедию читать о синдикализме. Квикли. Слушайте, тут все больше и больше. О жизни и смерти интересно. Ну, в начале клавиатуры Кверти. Клавиатурах Кверти. Чего мы хотим? Упорядоченных клавиатур. И когда мы их хотим? Эм, сейчас! Сколько еще клавиш нужно нажать, пока их сумеют упорядочить? Ответ, товарищи! На баррикадах! Их отсутствие меня очень отгорчает! Я... Я РОЗИ! Квикли! Что ты думаешь... Так, это мы все спрашивали. Да, ну. Надеюсь, сегодня он ничего не выкидет. Послушай, что ты думаешь... О пище, о людях, которые всем недовольны. О людях, которые всем недовольны. Они невыносимы! Они даже хуже тех, кто расстраивается из-за пустяков и впадают в депрессию из-за такой ерунды. А что по этому поводу предпринимают капиталисты? Ничего! Совсем ничего! Все рисуем транспаранты! Как они все мне надоели! Просто... Скоро дверь не выдержит. В самый разгар приступа... Так, ну все, все, там приступ прошел. В самый разгар... Ребят, видимо, мы обо всем поговорили. В самый... И теперь ББ не хочет вообще повторять это все, потому что... Дверь действительно скоро вывалится, и он тогда начнет долбить все, что видит. В том числе нас. А это не очень приятно. В самый разгар... Ну да. Эта комната... В самый... Все, мы поговорили с ним обо всем. Это был наш долг. Классно было бы, если бы для каждого объекта так сделали, что... Чтобы Брайан говорил, ну я уже сказал о нем все, или что-то такое, да? Так, а что у нас, значит... Ничего новенького. Когда я делаю так, Брайан телепортируется, посмотрите. Оп! Так, теперь нам нужно начинать изучать комнаты. Но Ранэвэй настолько... Вот интересный квест, что когда его проходишь на 100%, то исследование даже одной комнаты в локации... В данном случае в психбольнице... Может нам с вами обеспечить целую часть. Поэтому... Такой была эта часть прохождения. Исследование комнат начнем уже в следующей. И, пожалуйста, ребята, не пропускайте ее. И пальцы поднимайте. И комментарии, которые я вас просил написать, не забывайте. Ну все, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok